Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Сегодня я прочитаю вам лекцию о когнитивной поведенческой терапии. Собственно, это достаточно новое направление для российской сомнологии, которое фактически в мире сейчас является первой линией лечения хронической бессонницы. Если мы возьмем европейские, американские и наши рекомендации по сну, то везде первым пунктом идет, что показана когнитивная поведенческая терапия бессонницы. И если уже она недоступна или неэффективна, тогда мы переходим к фармакологическому лечению. Ну и так приступим. Когнитивная поведенческая терапия бессонницы. Это мое первое знакомство с сомнологией. Я, видите, в качестве подопытного кролика выступаю в сомнологическом исследовании на базе клиники Вейна. Проводилось какое-то исследование, о сути которого я даже не подозревал. Что-то Министерство обороны заказывало, насколько я помню. Но я уже впервые на себе испытал, что такое полиосомнография, хотя, конечно, не понимал, о чем речь и, в общем-то, не думал, что я стану в итоге сомнологом. Но если мы возьмем то, как я учился в институте тогда. Обратите внимание, у меня было 500 часов на общественные дисциплины, 400 часов на внутренние болезни и 0 часов на расстройство сна. Я вошел в институт и вышел из института практически с нулевыми знаниями в области сомнологии. К сожалению, хочу сказать, до сих пор ситуация сохраняется такой же. Когда сейчас читаешь в аудитории лекцию, спрашиваешь, а скажите, пожалуйста, сколько вы прослушали лекций по сомнологии? Как правило, ноль. А ночь у нас фактор риска смерти. То есть у нас ночью чаще умирают люди, чем днем. И получается, что это мало волнует врачей. Ну или, по крайней мере, мало волнует педагогов, которые в университетах учат новых врачей. Ну и это же касается и бессонницы. Но о чем мы дальше скажем, что, к сожалению, те знания, которые имеют современные врачи, крайне недостаточно, чтобы эффективно лечить расстройство сна. Ну и некий конкретной, так сказать, аналогия. Ну подскажите, что делает терапевт, врач общей практики, семейный врач, когда к нему обращается амбулаторный пациент с жалобами на лихорадку, которая длится, допустим, месяц или три месяца. Ну все скажут, он, врач, что назначает? Он назначает обследование. И вполне логично, вряд ли врач просто назначит какие-нибудь жаропонижающие и скажет, идите и лечите следующие три месяца и придете мне потом, расскажете, снизилась ли температура. А что делает тот же врач, терапевт, врач общей практики, семейный врач, да и порой невролог, если к нему приходят пациенты и говорят, доктор, у меня бессонница длится месяц или три месяца. Что делает доктор? А он назначает гипнотики. А ровно потому, что, к сожалению, у нас до сих пор сомнология, увы, ну такая наука, которая где-то там далеко на западе может и применяется, но у нас, к сожалению, практически отсутствует. А если мы говорим про нормальную медицину, то сначала мы должны поставить диагноз, а потом уже назначать лечение. Ну а давайте вообще-то теперь уже ближе именно к бессоннице подойдем. На самом деле у нас больше сейчас по разным классификациям 50, 60, 70 болезней сна. Ну и наиболее, наверное, часто это, собственно говоря, бессонница. И у нас есть определение международной классификации болезней сна третьего пересмотра, где некие признаки этой бессонницы, которые необходимы, чтобы мы выставили диагноз хронической бессонницы. Ну, вы видите здесь пять признаков. Я поясню это, может быть, на несколько другом слайде. Первое – это трудности с засыпанием. То есть, когда человек лег и не смог заснуть. Ну, потом заснул и проспал ночь. Следующее – это когда человек в течение ночи пробуждается несколько раз. Дальше – это так называемое раннее пробуждение. То есть, человек просыпается раньше, чем ему хотелось бы, и потом не может до утра заснуть. И это не освежающий сон. То есть, человек вроде бы поспал ночь, но не выспался. Следующий критерий – критерий Б. Ну, я хочу сказать, он настолько расплывчатый, что возьмите любого взрослого человека, но если он работает, он как-то в социальной жизни живет, и найдите таких, у которых не было бы хотя бы одного из этих девяти симптомов. Ну, практически таких нет. То есть, так или иначе, человек испытывает какие-то проблемы с настроением, раздражительностью, сонливостью и так далее, и так далее. Другое дело, они могут быть связаны или с расстройством сна, или могут быть с чем-то другим связаны. Но, если мы говорим про бессонницу, один из этих симптомов должен быть. И еще необходимые критерии, что должны быть созданы условия для сна. Если рядом идет стройка, если шумно, если жарко, и от этого нарушен сон, это не бессонница. Это нарушение гигиены сна или нарушение условий для сна. То есть, должны быть созданы условия для сна. Ну, и если мы говорим о хронической бессоннице, то нарушения сна или ассоциированные с ним симптомы, они должны быть чаще, чем три раза в неделю. Три раза в неделю и чаще. И это должна ситуация тянуться 3 месяца и более. Ну и, соответственно, эти нарушения не могут быть обусловлены какими-то другими причинами, которые вызывают расстройство сна. Если же мы говорим про острую бессонницу, то фактически это все те же самые критерии, но только не выдерживаются критерии длительности. То есть они должны быть меньше 3 месяцев при острой бессоннице. Ну и симптомы могут отмечаться меньше, чем 3 раза в неделю, но все-таки они должны быть клинически значимы у конкретного пациента. Теперь о значимости несколько проблем. Представьте себе, ну, наверное, каждый из вас испытывал периодически плохой сон, а так или иначе, если мы говорим про хроническую бессонницу, то это порядка 15% всего населения. Но обратите внимание, если мы говорим о хронической бессоннице, то в 80% случаев мы сможем найти какую-то причину этой бессонницы, которая ее вызвала и которая ее может поддерживать. И то, что я начинал сначала, нужно не сразу давать там жаропонижающие при повышении температуры тела или гипнотики при бессоннице, нужно сначала необходимо уточнить причины. И здесь я, может быть, до того, как перейду непосредственно уже к когнитивно-поведенческой терапии, несколько слов скажу о том, как все-таки попытаться поставить диагноз на амбулаторном приеме. Но это та таблица, которую я специально написал мелким почерком, чтобы ее невозможно было прочитать. Это далеко не все возможные причины бессонницы. И возникает вопрос, а как на амбулаторном приеме, который длится 15-20 минут, попробовать заподозрить какую-то из них? И если мы обратимся к реальности клинической практики, то мы увидим, что есть недостаточное знание врачей в области расстройств сна. Нет времени на поиск причин бессонницы. Нет времени на объяснение причин бессонницы. Нет времени поиска бессонницы причин. И нет времени на объяснение когнитивно-поведенческих методов коррекции бессонницы, о чем мы будем сегодня говорить. Ну и если мы хотим все-таки человеку назначить фармакологическое лечение, то нужно быстро достаточно определиться с выбором препарата. И здесь я разделил задачу на несколько, вернее, глобальную задачу на несколько частных задач. Прежде всего необходимо уточнить генез бессонницы. И здесь я остановлюсь всего на пяти возможных, наиболее частых и клинически значимых причинах, которые отмечаются практически у 70% пациентов, которые придут к вам на амбулаторный прием с жалобами на расстройство сна. И эти буквально кратко мы оценим состояние и, может быть, сформулируем некоторые вопросы, которые вы можете задать пациентам и, по крайней мере, достаточно быстро заподозрить эти состояния. Прежде всего депрессивное состояние. Почему сомнологи или специалисты в области медицины сна работают с этим состоянием? Так как бессонница является и симптомом, и проявлением, иногда некой коморбидностью депрессивных состояний. И есть некоторые достаточно характерные картинки, ну или там проявления этой бессонницы. Иногда пациент может помнить прямо конкретно день, когда он начался. Допустим, сегодня у нас там 6 декабря, да, а пациент приходит и говорит, я 1 сентября лег и не заснул, и с тех пор не сплю. Причем человек может это связывать с какими-то совершенно такими мелкими причинами. Ну не знаю, поругался на работе, поругался с девушкой, перегрелся в бане и с тех пор уже несколько месяцев не сплю. Да, это был какой-то триггер, но причина лежит несколько в другом, лежит она в депрессивном состоянии. Очень характерный признак – это раннее пробуждение с невозможностью повторного засыпания. Человек говорит, что я более или менее хорошо засыпаю, но через 2-3 часа сна, такой как толчок, просыпаюсь и не могу дальше заснуть до утра. Или возникает вообще феномен нарушения восприятия сна, когда человек приходит и говорит, доктор, я последние 3 недели вообще практически не спал, ну по полчаса. Такого в принципе в жизни не бывает. Но пациент в этом абсолютно уверен. Это феномен нарушения восприятия сна. То есть человек спит, но думает, что он не спит. И нарушения сна иногда являются первыми симптомами проявляющихся депрессивных состояний. Иногда мы не видим маски печали, иногда мы не видим классической картины депрессивного состояния, а характерные для депрессии и нарушения сна уже есть. И они иногда бывают первым симптомом, который развивается за несколько недель, месяцев, а иногда лет до серьезного депрессивного состояния. Следующее очень частое расстройство сна – это синдром обструктивного апноэ сна. 30% пациентов у нас храпит, а порядка 10% имеют синдром обструктивного апноэ сна. Это состояние, которое характеризуется наличием храпа, периодическим спадением дыхательных путей на уровне глотки, ну и прекращением легочной вентиляции. Причем характерная достаточно ситуация, человек храпит, храпит, потом затихает, пугающая пауза, 10-20-30 минут, секунда, то и более. В итоге она заканчивается громким всхрапыванием, двигательной активностью пациента, но как только пациент надышался, насытился кислородом, он опять заснул и опять захрапел, и опять остановилось дыхание. Ну а это приводит к падению насыщения крови кислородом и грубой фрагментации сна. Но, как говорится, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать, и мы посмотрим видео такого пациента. Вот здесь характерная картина. Обратите внимание, сейчас у нас идет вентиляционная фаза. Вот она закончилась, пациент выдыхает и дальше уже дышать не может. И у нас остановка дыхания на выдохе, здесь у конкретного пациента, будет минута 15 секунд. При этом насыщение крови кислородом, вот более низкий график, упадет с 93%, что в принципе вариант нормы, до 49%. Но чтобы понять, что такое 49%, 80% очень хочется дышать, 70% человек синеет, 60% он теряет сознание, 50% смерть крови мозга через 30 секунд. То есть это катастрофическое падение насыщения крови кислородом, фактически человек начинает умирать. Но в конце концов мозг через какое-то время пробудется, и мы видим, что опять увеличится тонус мускулатуры, мозг пошлет сигнал открыться дыхательным путям, они откроются. Человек, соответственно, подышит, насытится кислородом. Но как только он насытится кислородом, мозг опять заснет, опять спадутся дыхательные пути. И из этих трех минут человек большее время вообще не дышал, всего 12 вдохов. И сейчас мы видим, вот только сейчас пошла вентиляционная фаза, человек опять задышал. Но 3-4-5 вдохов, и следующая остановка дыхания. То есть мы видим, какая катастрофическая ситуация с дыханием ночью. Человек может 8 часов спать, конкретно этот 6 часов суммарно не дышал. Симптомы, характерные для синдрома абструктивного апноэстона, ну прежде всего указание на храп и остановки дыхания. На приступы удушья в ночное время. Ночная и утренняя артериальная гипертония. Причем человек может проснуться с давлением 180 на 110. Буквально полчаса походить, даже не пить никаких таблеток, не принимать, померить давление, оно уже будет 140, допустим, на 80. Это ночная потливость. Учащенное мочеиспускание. Причем это не позыв на мочеиспускание. Это не как при аденоме предстательной железы с трудом, с перерывом струи, когда человек мочится. Здесь человек 3-4 раза встает и достаточно свободно, практически полным мочевым пузырем мочится в течение ночи. То есть это истинная ночная полиурия. Это изжога и отрыжка в ночное время, беспокойный неосвежающий сон и тяжелейшая дневная сонливость. Если у человека порядка 500 остановок дыхания за ночь, это 500 пробуживаний мозга, и в итоге, сколько бы человек ни спал, выспаться он не может. Синдром беспокойных ног. Ну, на самом деле, иногда люди даже слегка начинают улыбаться, но что такое синдром беспокойных ног? Это порой тяжелейшее расстройство, и пациенты приходят с суицидальными мыслями по этому поводу. То есть, почему занимаются опять же сомнологи этой ситуации? Состояние в основном возникает вечером перед сном, когда возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в конечностях, прежде всего в нижних, которые вынуждают ими шевелить. Человек пошевелил, на минуту-две прошло, но как только он пытается заснуть, опять возникает необходимость шевелить ногами. И человек практически не может войти в нормальный сон. Облегчается ситуация, если человек просто подвигался, то есть он может, допустим, встать с кровати и походить, ситуация исчезнет. Но как только он опять ляжет в кровать, ситуация опять возобновится. И потребность движений, вы видите, ухудшается ночью или возникает практически только ночью. И тоже давайте посмотрим следующий слайд. Собственно говоря, это полисомнографическое исследование. Мы видим, что пациентка сначала вообще не может лечь в кровать, а времени 23.16. То есть мы начали исследование, мы установили на ней все датчики, мы сказали, давайте мы будем обследовать. Она говорит, нет, пока лечь не могу. И вот она ходит, 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 ходит. Сейчас у нас будет такая нарезка небольшая. Вот у нас уже 0.44, и пациентка продолжает шевелить ногами, потому что эти крайне неприятные ощущения не дают ей заснуть. Вот у нас уже час 17. И это не артистка, это реальный человек. Я скажу, что у меня были пациенты, которые за ночь по 10-15 километров просто по тракеру своему не смотрели, ходили в попытках облегчить ситуацию. То есть человек не может практически нормально спать. Вот у нас уже пол третьего, а человек все еще находится в движении. И вот эти движения как-то облегчают ситуацию у этого человека. Вот у нас уже пол четвертого. Представьте себе качество жизни человека, который, это практически с 11 часов, да, вот уже у нас пол четвертого, а сейчас у нас будет пол пятого, не может нормально заснуть. Вот у нас уже пол пятого. Но это только пол беды. Если человек засыпает, немножко ускоренная запись, мы видим, как подергиваются конечности. И фактически движения конечностей рефлекторно подбуживают мозг. И это происходит каждые 15-20-30 секунд. И человек спит вот этими маленькими интервалами между движениями конечностей. А движение конечностей подбуживает мозг. И это по ощущению человека тяжелейшая бессонница. К сожалению, значительное количество наших врачей и даже неврологов тоже не подозревают об этом состоянии. У меня рекордсменка была, которая, у нее симптомы появились в 1944 году. А диагноз я поставил, извините, в 2008 году. То есть представьте себе, сколько она мучилась. На самом деле, ну просто это не тема нашей лекции. Есть суперэффективные методы, которые позволяют назначить агонисты допаминовых рецепторов. И они прекрасно действуют. То есть мы ситуацию нормализуем буквально в первую же ночь. Следующее это так называемый джетлаг. Ну это синдром смены часовых поясов. В общем вы понимаете, что когда человек пересекает много часовых поясов, возникает сбивка циркадных ритмов. Но летает-то у нас приблизительно 5% населения. А если мы возьмем крупный город, то возникает так называемый социальный джетлаг. Это не совпадение между временем отхода ко сну в рабочие и в выходные дни. Если человек в выходные дни отсыпается на 2 часа и больше, чем в рабочие, то уже организм начинает сбиваться в плане регуляции цикла сонбодрствования. И здесь, помните, мы говорили, или там по всем федеральным каналам говорили, что плохо переходить на осеннее и зимнее время весной и осенью на 1 час. 2 раза в году. А здесь человек 4 раза в месяц 2-3 часа отсыпается в выходные дни. То есть получается, что он в выходные дни смещает в одну сторону свои часовые пояса, а в рабочие дни пытается вернуться обратно. Адаптация занимает час-сутки. То есть если человек на 3 часов отоспался побольше за 3 часа, то ему нужно 3 часа, чтобы вернуться в нормальный график, а там начинаются следующие выходные. И человек практически постоянно живет в этом так называемом джетлаге. И это тоже вызывает проблемы с засыпанием и проблемы с пробуждением. Ну, интересные данные такие. У нас есть лайфтракеры так называемые. Кстати, вот буквально такой же у меня на руке висит. И мы когда будем говорить о когнитивной поведенческой терапии, я еще к нему вернусь. Так вот, они отслеживают активность человека. И можно посмотреть. Это, кстати, Москва. Это разница по времени отхода ко сну и подъема в рабочие и выходные дни. И посмотрите, пожалуйста, вот здесь такая... Вот здесь такая через полосица, да? Это у нас недели. Если мы посмотрим подъем у нас в Москве в рабочие дни в 6 часов 30 минут, а в выходные в 9 часов 30 минут. То есть в среднем уже разница составляет 3 часа. Это уже очевидный социальный джетлаг. А теперь давайте посмотрим, что вот это у нас такое. А это у нас, дамы и господа, Новый год. И в среднем пробуждение в 11.30. То есть это разница 5 часов. Это практически перелет Москва-Хабаровск и обратно. Понятно, что у нас после Нового года, когда все выходят на работу, еще вся страна практически в тяжелом социальном джетлаге, еще неделю никто не работает, потому что 5 часов, 5 дней адаптации нужно при смене графиков в 5 часов. И это вот большая достаточно проблема для людей, особенно крупных городов. Ну и еще одна значительная проблема – это потребление кофеинсодержащих продуктов. Мы порой совершенно не даже осознаем, в каком количестве мы употребляем чай, кофе, шоколад, тоники различные, коки и так далее, и так далее, которые содержат кофеин. Причем интересная ситуация, иногда пациент приходит и говорит, доктор, у меня проблема с засыпанием. Говорю, да, это проблема. Ну и как у вас с кофеином, с чаем? Говорит, да, понимаете, доктор, я понимаю, что у меня это проблема, поэтому перешел с черного чая на зеленый. Я говорю, а в чем высокий смысл? Ну вы же понимаете, доктор, зеленый чай полезней. Ну не знаю, в чем он полезней в принципе, но кофеина в зеленом чае больше содержится, чем в черном. И люди порой этого совершенно не понимают. Итак, я буквально такими крупными мазками описал основные патологические состояния, которые ухудшают качество сна и вызывают бессонницу, и некий такой промежуточный вывод. Можно буквально несколькими вопросами на амбулаторном приеме заподозрить эти вот пять состояний, которые, как я сказал, приблизительно 70% у пациентов имеют с расстройствами сна, которые придут к вам на прием. Депрессивное состояние, раз. Это раннее пробуждение с невозможностью повторного засыпания. Это ощущение иногда полностью бессонных ночей. И что важно, при этом человек говорит, что днем я заснуть не могу. То есть нет у человека при этом истинной дневной сонливости. При том, что он может говорить, что он несколько ночей вообще не спал. Апноэ сна. Задайте любому пациенту, особенно если перед вами пациент грузный, полный пиквик, храпит ли он и есть ли указание на остановке дыхания во сне. Если он скажет, что храп есть и указания есть, дальше уже разбирайтесь. Это, возможно, синдром абструктивного апноэ сна. А 50% у пациентов с нарушениями дыхания во сне, они будут предъявлять жалобы просто на плохой сон. А человек, врач, не подумал, поставит бессонницу и, хуже того, назначит транквилизаторы. А, допустим, всеми любимый нами феназепам, он обладает респираторно-депрессивным действием, то есть он подавляет активность мозга, и он обладает миорелаксирующим действием, то есть он расслабляет мускулатуру. И получается, что человек спит глубже, мозгу наплевать, дышит человек или не дышит, и это утяжеляет апноэ сна. Синдром беспокойных ног. Спросите, не отмечаются ли у человека трудноописуемые, но крайне неприятные ощущения, которые мешают ему заснуть? Если он скажет «да», разбирайтесь дальше с синдромом беспокойных ног. Циркадное нарушение. Очень простой вопрос. Задайте вопрос, когда человек ложится и встает в рабочие дни, и когда встает и ложится в выходные. Если разница 2 часа и более, это уже социальный джет-лаг. Ну и последнее. Спросите у человека, сколько он выпивает чашек чая, кофе, тоников, съедает шоколада, и когда последняя чашечка чая или кофе. Если это больше 4-5 чашек в день. Если последняя чашка в 6 часов вечера и позже, то сам кофеин может вызвать существенные проблемы с засыпанием. Следующий важный аспект. Чрезвычайно важно, если человек пришел к вам не за таблеткой, а за помощью, дать ему общепрофилактические и поведенческие рекомендации по лечению бессонницы, и это уже мы начинаем подходить фактически к некому блоку когнитивно-поведенческой терапии. Конечно, просто в связи с дефицитом сна мы не можем все эти рекомендации перечислить на амбулаторном приеме. Но я хочу сказать, вот это рандомизированное контролируемое исследование, которое показывает, что если у пациента бессонница еще не хронизировалась, то есть она меньше трех месяцев, то даже одного занятия, которое будет сопровождаться некой литературой, то есть вы фактически на консультации мотивируете человека, что ему нужно вести здоровый образ жизни, какие-то крупными мазками описываете гигиену сна, гигиену спальни, но даете ему материалы, которые он мог бы почитать и сам применить. Так вот, вы увидите, что у 60% пациентов, вот здесь это хорошо видно будет, бессонница практически исчезнет. То есть мы вылечим человека от бессонницы. И по сравнению с 15% у контрольной группы. Но еще раз, трудно давать эти рекомендации непосредственно на консультации. Как я для себя сделал некий такой выход из этой ситуации, я написал несколько методичек. Прежде всего, это программа здорового сна, ну, скромно названная доктора Бузунова, где идет мотивационная часть, и я описываю, что для этого нужно человеку предпринять, потому что это все-таки требует от человека определенных усилий. И две брошюрки. Первая – это советы по здоровому сну. Кстати, PDF-версии этих книжечек можно найти в интернете, они совершенно в спокойном доступе находятся, где описана гигиена сна и спальни. Ну, и более такие уже расширенные рекомендации, ну, они названы для руководителей бизнесменов, это, наверное, своеобразное уже такое, ну, наверное, просто потому, что это люди находятся в стрессе, и они больше заботятся о своем сне, чем люди, которым не так важно думать именно головой. Но это может подойти любому разумному человеку, который хочет улучшить качество сна. Так вот, если я вижу пациента с не сильно хронизировавшейся бессонницей, я ему даю какие-то базовые рекомендации и даю эти три брошюры, и я скажу, тоже вижу очевидный положительный эффект, если человек сознательно пришел ко мне за советом и за помощью. Можно посмотреть видеокурс, он также, кстати, доступен в интернете, но с какой-то минимальной оплатой, что-то порядка 2000 рублей, по-моему, даже сейчас дешевле. И в течение часа можно прослушать определенные рекомендации по поведенческой когнитивной терапии бессонницы. Ну, а теперь мы уже подходим, собственно говоря, к когнитивной поведенческой терапии хронической бессонницы или хронической инсомнии. До сих пор ведут споры. В общем-то, я считаю, что все-таки это понятие тождественное, бессонница и инсомния, то есть это синонимы. Хотя, ну, некоторые... У нас дискуссия с другими нашими коллегами-сомнологами, говорят, что бессонница – это симптом, а инсомния – это уже диагноз. Но я хочу сказать, если все-таки мы возьмем международную классификацию болезней сна 10-го пересмотра, там бессонница – это все-таки диагноз. Ну, и, в общем, я буду, наверное, это употреблять как синонимы, эти термины. И для того, чтобы мы поняли, как мы будем воздействовать на хроническую бессонницу, нужно понять, как она развивается. Давайте мы посмотрим вот такую классическую модель Спилмена. Прежде всего, здесь у нас есть такой уровень инсомнии. Давайте глянем. Вот у нас инсомния. Сверху есть, снизу нет. Прежде всего, есть такое понятие предрасполагающих факторов. Да, это биология, это личность. Просто есть люди, которые исходно, ну, может быть, более впечатлительные. Есть люди, которые, ну, воюют в горячих точках и при этом прилично спят. А есть человек вышел на дорогу, собачку задавил, и у человека там неделя бессонницы. То есть у каждого немножко свой психотип. Ну, это так называемые предрасполагающие факторы. Дальше, если мы имеем острую бессонницу, то в основном она имеет какую-то очевидную причину, которая привела к стрессу. А стресс, в свою очередь, спровоцировал бессонницу. Это может быть болезнь, это может быть потеря близких, это сложная работа или кумуляция различных факторов. Но в идеале, если стресс заканчивается, то и проходит бессонница. Если же стресс затягивается, и это мы можем посмотреть приблизительно так, то в течение трех месяцев, почему это как раз период формирования хронической бессонницы, определяется так называемое дезадаптивное поведение и негативные убеждения формируются. Человек начинает совершать достаточно много логических ошибок, когда он пытается сам побороться с бессонницей. Прежде всего, он думает, если я не доспал или плохо поспал предыдущую ночь, то мне нужно лечь пораньше и встать попозже. И если у человека есть возможность, в принципе, подольше полежать, он начинает больше времени проводить в постели. Это первое. Причем, в этой ситуации что происходит? Сон, который был консолидирован, допустим, восьмичасовой сон, он начинает расплываться на 10 часов пребывания в постели. То есть, как ни парадоксально, находясь дольше в постели, человек еще более усугубляет бессонницу, потому что еще больше проблем с засыпанием, пробуждений среди ночи и времени бодрствования внутри сна. Человек может долго отсыпаться, пытаясь добрать свой сон. Если он плохо поспал ночью, он может попытаться лечь днем спать. Буквально вчера я консультировал пациентку, которая говорит, а я два раза в неделю вообще по три часа сплю днем, потому что не могу спать ночью. Ну, понятно, нарушается весь цикл сон-бодрствования, потому что у нас достаточно сложная регуляция. У нас днем одни гормоны продуцируются, ночью другие гормоны продуцируются. У нас кишечник днем работает по одному, ночью по другому. Вот когда прилетаешь в Соединенные Штаты, там странное ощущение очень. Там весь день хочется спать, а всю ночь хочется кушать. А потому что кишечник продолжает работать по своему графику и тоже перестраивается постепенно. Ну, а если человек начинает досыпать днем, если он плохо спит ночью, организм не понимает, когда ему какие гормоны продуцировать, какие процессы в организме происходить. И человек начинает днем полуспать, а ночью полубодрствовать. И, соответственно, это еще дальше ухудшает ситуацию. У человека начинает формироваться ощущение, что спальня – это бессонница. Вот если здорового человека положить в кровать, то через какое-то время просто сработает рефлекс, что кровать – это сон, и человек начнет испытывать сонливость и заснет. А человека со сформировавшимся условным рефлексом боязни не заснуть, если положить в кровать. Он может мучительно хотеть спать и в метро стоять, засыпать прямо или там у телевизора. Но как только ложится в свою кровать, сон как рукой сняло. Срабатывает условный рефлекс боязни не заснуть. И, соответственно, это тоже хронизирует бессонницу. Следующая ситуация. У нас человек ночью в среднем 7-8 раз просыпается так, что это доходит до его сознания. Просто переворачивается, меняет позу, ну, чтобы ничего не отлежать. Но потом он засыпает достаточно быстро, забывает, что он просыпался, и вообще скажет, что я вам не просыпался, и у меня вообще все прекрасно, я всю ночь хорошо проспал. А человек, который сформировался у него условный рефлекс боязни не заснуть, каждое пробуждение у него откладывается в памяти. Человек 7-8 раз просыпается и помнит, что просыпался, и это начинает у него гипертрофироваться. Человек помнит, когда он не спит, но не помнит, когда он спит. И человек может за ночь суммарно час не поспать, а у него будет ощущение, что он не спал 3 часа или 4 часа. А он думает, я же это почти всю ночь не сплю, нужно еще больше лежать в постели. Ну, а дальше у человека начинают формироваться еще негативные убеждения. То есть он думает, что у него все проблемы от бессонницы. И если я поборюсь с бессонницей, то, наверное, все будет хорошо. Он забывает, что он лежит в постели дольше, что он пытается, что днем досыпает. У него все мысли направлены тем, чтобы как можно больше бороться с бессонницей. А это еще дальше усугубляет ситуацию. Ну, и как мы видим, вот это сформировавшееся дезадаптивное поведение и негативные мысли, они где-то к 3 месяцам уже полностью сформированы. Так вот, собственно говоря, если в этой ситуации мы даем снотворные и антидепрессанты или какие-то другие препараты, да, они, конечно, действуют. Но мы уже сильно не влияем на негативные мысли и негативное поведение пациента. И, собственно, когнитивная поведенческая терапия и направлена на устранение дезадаптивного поведения и негативных мыслей. И здесь мы видим, что, собственно говоря, внизу и дается некое такое направление когнитивной поведенческой терапии. Вообще, когда употребляешь слово «когнитивный», не то что пациенты, даже некоторые врачи не совсем понимают, о чем мы говорим. Ну, когнитивный – это относящийся к познанию, к функцию мозга, который обеспечивает формирование понятий, оперирование и получение так называемых выводных знаний. Ну, опять же, следующий термин – выводные знания. Это те знания, которые мы уже делаем какие-то выводы из накопившейся информации. Но эти выводы могут быть истинными и в правильном направлении, а могут быть ложными. То, что человек, собственно, сам делает, когда пытается побороться с бессонницей. И нам нужно заменить эти ложные выводы на истинные выводы. И глобально мы учим человека воспринимать, анализировать и применять на практике полученные от врача знания. Вот это и есть когнитивная часть. Терапия. Ну, а поведенческая терапия – это мы, о чем мы тоже еще поговорим, это различные методы, которые мы обучаем человека различным техникам, которые тоже позволяют справиться со сном, улучшить сон. И здесь я скажу, что за последние пару-тройку лет произошел такой тектонический сдвиг в рекомендациях по лечению инсомней. Да, без сомнения, фармакотерапия остается значимой частью лечения. Но если мы возьмем американские рекомендации, причем интересно, здесь вы видите клинические рекомендации по фармакологическому лечению хронической инсомнии у взрослых, так вот первый пункт этих фармакологических рекомендаций говорит о том, что показана когнитивная поведенческая терапия как первая линия лечения. А в европейских рекомендациях сказано, что к фармакологическому лечению следует прибегать тогда, когда когнитивная поведенческая терапия была или неэффективной, или недоступной. То есть она опять же оказывается первой линией лечения. И в этом смысле интересно, что по доказательности, по эффективности и по сохранению эффекта когнитивная поведенческая терапия превосходит фармакологическое лечение. И, собственно говоря, что подразумевается под программой когнитивной поведенческой терапии? Она состоит из некоторых блоков. И где-то занимает от 6 до 8 недель. Прежде всего мы должны оценить, насколько далеко человек зашел в своем негативном или дезадаптивном поведении и негативных мыслях, насколько он далеко зашел уже в плане развития бессонницы. И мы сначала оцениваем человека. То есть что для этого предпринимается? Вот такой журнал или дневник сна. Я понимаю, что здесь достаточно много информации и, может быть, не очень хорошо видно, но это структурированная запись. Кстати, можно в интернете тоже найти масса примеров этих дневников. Об этом мы еще тоже скажем. Структурированная запись, когда каждый день человек говорит, когда он лег в кровать, когда попытался заснуть, когда заснул, сколько просыпался, когда встал с постели и так далее. И оценивая дневник сна, мы берем несколько параметров. Прежде всего, нам важно рассчитать так называемый индекс эффективности сна. То есть из того времени пребывания в постели, в которой человек находится, сколько он реально спит. Потому что из этого дальше будут следовать, в частности, такая методика, как лечение бессонницы ограничением сна. Но дело в том, что если человек 8 часов лежит в постели, а из них 2 часа вообще никогда не спит, просто эти 2 часа нужно выбросить из времени пребывания в постели, и тогда мы постараемся и сможем улучшить сон. Мы оцениваем регулярность времени отхода и подъема, что, собственно, говорит о нарушении циркадных ритмов, длительность на днем, потребление кофеинсодержащих продуктов и уровень физической активности. Что касается дневника сна, интересно, я когда занимался подготовкой этой своей программы, чуть ли не 20 разновидностей дневника сна нашел. И у меня даже возникал вопрос, почему их так много? Ну, каждый специалист вот что-то свое делает. Я нашел буквально недавно интересную такую работу 2012 года, вот эта работа слип, так называемый консенсусный дневник сна, где панель экспертов, она предложила три вида дневника. Базовый дневник из 9 пунктов, ну и расширенные дневники, уже больше для клинических исследований. Вообще для обычной работы вполне подходит вот этот вот базовый вопросник по сну, ну, который мы, собственно, тоже практически сами и применяем, и что я вам тоже рекомендую, не изобретать вот лишний велосипед, да, а использовать то, что уже консенсусной группой принято еще практически 6 лет назад. Что я еще добавил в своей программе? Вот такой трекер, вот он тоже абсолютно аналогичный, на руке висит, и здесь вот он, вот он хорошо виден, вот он, да. Что он позволяет делать? Он позволяет, да, я понимаю, с некоторыми допущениями, но более-менее точно оценить, когда человек лег в постель, сколько он поспал и когда он встал. Потому что одно дело, когда человек сам заполняет дневник и дает нам какие-то данные, а другое дело, когда мы все-таки объективно тоже можем проверить человека, насколько он правильно это делает. А в чем прелесть, допустим, конкретного трекера, здесь мы тоже можем увидеть, это вот этот блок, это пациенты, которые буквально у меня сейчас находятся в программе, там, у 6 человек. То есть каждое утро я могу посмотреть, когда человек лег за предыдущие сутки, и когда он встал, и сколько он шагов прошел. И более того, это достаточно мотивирует человека, что доктор фактически каждый день может все проверить, что делал человек. Если мы определяемся с человеком, когда он должен лечь, когда он должен встать, человек понимает, что завтра этот доктор увидит, а не просто он заполнит какой-то дневничок, это шлет какие-то цифры. И, в общем, это достаточно хорошо организует пациентов, когда у них на руке висит трекер, и он понимает, что персонал медицинский может отслеживать ситуацию. А следующее, когда мы оценили человека в течение недели-двух, мы уже переходим непосредственно к лечебному этапу. Но здесь я понимаю, что в рамках, наверное, 50 минут лекции я не могу описать все эти подходы. На самом деле, если вы наберете интернет и напишите «когнитивная поведенческая терапия», вы найдете огромное количество в русскоязычной сети интернета уже описаний нормальных методик когнитивно-поведенческих. Вопрос уже не стоит в том, что этой информации нет. Вопрос просто стоит в том, что до сих пор еще большее количество врачей вообще не придают значения тому, что когнитивно-поведенческая терапия очень хорошо может справляться с бессонницей. Поэтому я, может быть, не буду уж крайне подробно описывать каждую из конкретных методик. Еще раз подчеркну, это можно в интернете написать, и про каждую из них очень получить достоверную и подробную, достаточно хорошо расписанную информацию. Но это достаточно серьезный труд и врача, и пациента, потому что это порядка 6-7 еженедельных сессий, когда мы описываем человеку, что нужно делать, но он должен идти и делать. И я, когда с пациентами разговариваю, я обычно это выглядит так. Говорю, ну вы каким-то спортом занимались? Человек говорит, да, легкой атлетикой. Говорю, прекрасно. Представьте себе, вы пришли к тренеру и говорите, я хочу получить первый взрослый разряд по бегу. Тренер говорит, да, мысль хорошая, будем бегать, будем прыгать, будем заниматься ОФП 5 раз в неделю, через 3 года, возможно, первый разряд получишь. А вы говорите, нет, 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 не хочу. Хочу лежать на пляже, пить пиво, курить, есть пончики, и при этом хочу быть перворазрядником. Что бы вам сказал тренер? Ну, пациенты говорят, знаете, он бы сказал, я, наверное, не в себе, иди, гуляй, да? А вот прийти к врачу и сказать, доктор, я ничего делать не хочу, а дайте мне одну таблетку, которую меня сделает чемпионом по сну. Это нормально, да? До пациента, в принципе, доходит, что он должен что-то делать, прежде чем достичь какого-то результата. И вот дальше уже включается вот эта вот программа, где на каждом занятии мы фактически оцениваем предыдущий результат, который получил пациент, даем следующее задание на неделю, но за 6-7 недель мы можем человека практически в 80% случаев качественно и количественно улучшить сон или вообще устранить хроническую бессонницу. Что, ну, наверное, даже немножко похвалюсь, наверное, впервые в России я сделал, это не то, чтобы впервые в мире, все-таки это уже с 2012 года методика, которая имеет место быть, это применение так называемой методики интенсивного ретренинга сна, ну, или это не совсем русский такой термин, я все-таки назвал это, сказал, такой обучением быстрому засыпанию. Да, смысл в том, что пациенту в классическом варианте в течение суток дают возможность засыпать, но как только он заснул и проспал 3 минуты, а это можно по энцефалографии оценить, его будят, и следующие полчаса он не может лечь в постель. И получается, что порядка 50 раз за сутки ему предлагают заснуть. Сначала он засыпает достаточно долго, потому что у вас сформировался условный рефлекс боязни не заснуть, но, и это мы сейчас посмотрим следующий график, буквально уже через 4 часа вот такого тренинга человек начинает засыпать буквально через 5-7 минут. То есть, каждая новая попытка на фоне дефицита сна, человек да, поймает, да, я могу заснуть, да, я могу проспать эти 3 минуты, и когда меня разбудили, да, скажут, я уже заснул, я уже смотрел сон, и вообще все, я прекрасно засыпаю. То есть, мы тем самым очень быстро учим человека засыпать, и мы убираем вот этот отрицательный рефлекс боязни не заснуть. И эта техника, она, да, немножко, наверное, выглядит садистской, потому что мы фактически лишаем в какой-то степени человека сна, но очень быстро позволяет человеку понять, что он может, несмотря на хроническую бессонницу, быстро засыпать. Ну и здесь мы видим данные тоже контролируемого сравнительного исследования, что фактически 1 суток вот такой тренировки достоверно, чтобы улучшить индекс эффективности сна и увеличить общую продолжительность сна. Ну, я, правда, немножко смодифицировал эту методику, потому что в наших конкретных условиях крайне сложно целые сутки проводить энцефалограмму, полисомнографию и так далее. И мы применяем это в рамках обычного полисомнографического исследования в течение 8 часов. Но здесь расписано, как это мы делаем. То есть мы даем человеку тоже возможность заснуть. Если человек засыпает, спит 3 минуты, мы его будем. Опять же предлагаем встать с постели, но 10 минут он находится вне постели, потом ложится и потом опять пытается заснуть. Получается несколько меньше попыток, получается от 15 до 20 попыток за ночь, но я тоже вижу очень неплохой результат того, что к утру человек говорит, да, я могу заснуть. Да, я могу заснуть буквально за 5 минут. И это вселяет в человека уверенность в том, что если мы дальше будем применять какие-то методы коррекции, то они тоже будут достаточно эффективно помогать. Ну и третья задача – это все-таки решить вопросы с фармакологическим лечением. То есть его тоже как бы никто не отменял, и оно вполне может быть и неким дополнением к когнитивной поведенческой терапии, или оно может даже фоном когнитивной поведенческой терапии быть. То есть человек может прийти уже к вам на фармакологическом лечении, да. И в этом смысле это вполне можно сочетать и с когнитивной поведенческой терапией, потому что назначая любые препараты, мы ведь должны понимать, а мы когда их будем отменять. И если мы успешно реализовали программу когнитивной поведенческой терапии, то мы с большей вероятностью и с меньшими, так скажем, какими-то сложностями сможем отменить фармакологическое лечение. На самом деле тут тоже есть проблема. Вот гипнотики, которые используются в Европе. Вот обычный среднестатистический доктор, который на амбулаторном приеме, терапевт, да даже невролог, выписывает препараты, это какое-то огромное количество препаратов, и в принципе все они имеют некий уровень доказательности, все они так или иначе имеют какие-то свои за и плюсы, свои какие-то минусы, но сложно просто банально выбрать. И здесь я скажу, если мы возьмем американские рекомендации по тому, как выбирать гипнотики, то есть масса различных, скажем так, здесь достаточно хорошо видно, параметров, по которым это нужно делать. Но вопрос, это невозможно тогда сделать быстро, потому что вы не можете взять 20 препаратов и каждый из них вот так вот проанализировать на вот эти вот все симптомы. И я думаю, ну некая такая оценка моего, то, что происходит на амбулаторном приеме, когда приходит пациент и хочет как-то фармакологически полечиться, и у меня нет возможности когнитивную поведенческую терапию, врач спрашивает, а ты чем лечился? Феназепамом? Да. Он тебе помогал? Да. Вроде, значит, эффективность предшествующего лечения есть. А вы чем хотите полечиться? А хочу опять феназепамом полечиться. Ладно. Цена, дешевый препарат, да, и еще и не спецучет. И на тебе феназепам. Хотя это ни в одной международной классификации или рекомендациях нет длительно действующих бензодиазепинов для лечения бессонницы. А это длительно действующий бензодиазепин, я вам хочу сказать. И на самом-то деле важно еще оценивать и наличие коморбидных состояний, того же апноэсна, где транквилизаторы в принципе противопоказаны, каких-то противопоказаний взаимодействия с другими препаратами и так далее. И в этом смысле, если мы говорим про медикаментозное лечение, да, то те же рекомендации европейского общества, на первом месте идут бензодиазепины и Z-гипнотики короткого действия. В смысле для краткосрочного лечения инсомнии, которые меньше 4 недель. И обратите внимание, что касается бензодиазепинов, то применять бензодиазепины и Z-гипнотики с более коротким периодом полувыведения, а феназепам – это еще раз препарат длительного действия. Таким образом, все-таки, если мы говорим о том, чтобы меньше всего человеку навредить, получить хороший эффект, и в плане тех же 4 недель, то, наверное, здесь лучше всего будет выбор касаться Z-гипнотиков. Тут есть проблема. Да, это эффективная группа препаратов. Да, в мире доказана безопасность, эффективность этих препаратов, это первая линия лечения. Но у нас почему-то Z-гипнотики попали в спецучет. Вот интересно, а феназепам не попал в спецучет, хотя побочных эффектов больше и зависимости больше, а Z-гипнотики попали. Но все-таки я так скажу, что если вы хотите назначить эффективное лечение, ну постарайтесь выписать рецепт. В общем, никаких серьезных проблем это не составляет, но, может быть, чуть больше времени потратите. Но тем самым вы все-таки убережете себя от значительного количества побочных эффектов, от потенциально более высокой вероятности привыкания, ну и вы получите достаточно хороший эффект у гипнотиков. И в частности, если мы сравниваем прямое сравнение Z-гипнотиков, и в частности, если мы возьмем самнул и сравним его действие с триозаламом, то мы увидим, что по практически всем параметрам взаимодействия на основные показатели сна, мы увидим, что самнул более эффективен, более безопасен и более целесообразен, если мы стараемся избежать каких-то серьезных побочных эффектов. И здесь это один из основных препаратов, который еще раз подчеркну, хоть он и в спецучете, но если вы хотите решить вопрос достаточно эффективно на какой-то разумный промежуток времени, то да, вполне постарайтесь выписать этот спецучетный рецепт, и в этом смысле вы пациенту поможете. Более того, еще раз подчеркиваю, что когнитивная поведенческая терапия, она позволяет дальше эффективно эти препараты отменить. Почему? Потому что если мы имеем некий тянущийся стресс, если человек просто приходит и говорит, что у меня жизнь такая тяжелая, и у меня бессонница хроническая, мы-то назначим, может быть, даже эффективные препараты, но мы всегда должны понимать, когда мы их отменим. И в этом смысле дополнение когнитивной поведенческой терапии позволяет нам в перспективе модифицировать поведение человека и легче, и проще отменить те же Z-гипнотики, тем более, что у них феномена отмены почти нет. То есть мы вряд ли получим серьезный рецидив бессонницы, особенно подкрепленный тем, что мы еще нормализовали у человека поведенческие какие-то параметры. Итак, заключение. У пациента с хронической инсомнией необходимо провести тщательное исследование и уточнить генез инсомнии. И если у нас есть возможность воздействовать на конкретную причину, ну, в частности, просто банально человек высыпается на 5 часов каждые выходные, скажите человеку просыпаться в одно и то же время, и через 2 недели он будет вставать за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Или тот же синдром абструктивного апноэ сна. Ни в коем случае нельзя давать бензодизепины. Даже Z-гипнотики, и то там написано, что тяжелое апноэ – это противопоказание, хотя в контролируемых исследованиях Z-гипнотики в значительно меньшей степени, чем бензодизепины, влияют на нарушение дыхания во сне. Ну, а если уж мы хотим максимально помочь человеку, то все-таки первой линией лечения является хроническая инсомния, является когнитивная поведенческая терапия бессонницы. Медикаментозное лечение инсомнии должно назначаться по строгим показаниям, с учетом отечественных и международных рекомендаций. И, в принципе, возможно сочетать когнитивную поведенческую терапию с фармакотерапией. То есть мы можем сначала применить КПТ, когнитивную поведенческую терапию. Если мы увидели, что недостаточно или не хватает ресурсов у человека, добавить фармакологическое лечение. Или если человек принимает фармакологическое лечение, мы тоже можем применить когнитивную поведенческую терапию и с большей вероятностью успешно отменить прием препаратов, даже если он хронически происходил месяцами, а то и годами. Ну, собственно говоря, вот все, что я вам хотел сказать. Вам пожелать спокойной ночи, замечательных снов, хорошей жизни днем. А, кстати, если мы хорошо проживем день, то мы, наверное, хорошо проспим ночь. Ну и теперь я буду готов ответить на вопросы, которых у нас достаточно много накопилось. Роман Вячеславович, ваше мнение о витаминных комплексах. Здесь, смотрите, ситуация такая. Что касается особенно таких микроэлементов, как магний, как витамины группы В, то их недостаток может вызывать бессонницу. Мы, к сожалению, не очень точно можем оценить, даже если мы сделаем анализ, то внеклеточный, допустим, тот же кальций, еще не значит, что внутриклеточный кальций, который, собственно говоря, более важен, будет в норме или понижен. Но да, это вполне возможно в комплексном лечении назначать витаминные комплексы, содержащие витамины группы В, кальций, магний, которые тоже стабилизируют нервную систему. Обязательна ли консультация психиатра для исключения депрессивного состояния? Ну, если мы предполагаем серьезную депрессию, особенно с суицидальными мыслями, абсолютно показано. Или если мы предполагаем большое депрессивное расстройство, рекуррентную депрессию, естественно, это нужно лечить у психиатра. А если это просто некое депрессивное состояние в ответ на некий тянущийся хронический стресс, ну, не сильно выраженное, такое тревожно-депрессивное, то это вполне можно справиться некими поведенческими мероприятиями. Но, в конце концов, ты попытайся просто этот стресс закончить. Да, даже с психологом можно поработать, да, убрать этот стресс, и, соответственно, сама депрессия пройдет как реакция на это стрессовое состояние. То есть здесь нужно оценивать тяжесть состояния, естественно. Как лечить бессонницу у беременных? Ну, слушайте, я вот просто не могу ответить на этот вопрос, а то я еще полчаса буду на этом говорить. Ну, единственное, что, конечно, там ситуация, что когнитивная поведенческая терапия абсолютное первенство занимает, потому что там минимально возможно назначать какие-то фармакологические препараты. Как лечить синдром беспокойных ног? Ну, это тоже отдельная большая тема. Но, а, мы должны проверить состояние железа, посмотреть ферритин сыворотки. Если дефицит железа, то значит препараты железа. Или мы можем применять препараты, улучшающие, собственно, обмен допамина или стимуляторы допаминовых рецепторов, такой Мерапекс прамипексол. Очень эффективный препарат и официально зарегистрированный в России для лечения синдрома беспокойных ног. Есть ли значение минимальной продолжительности сна? Зависит ли это от времени, принимаемой фармакотерапией? В норме от 4 до 12 часов диапазон нормы сна. Есть короткоспящие, есть длинноспящие. В среднем это порядка 7,5 часов. И здесь проблема заключается с фармакотерапией в том, еще вопросы прибыли. Мы должны, особенно в рамках, опять же, когнитивной поведенческой терапии, определить, сколько человеку нужно спать. Потому что, когда человек говорит, а мне хотелось бы спать 10 часов, а может быть, его организму достаточно 6. А человек требует от нас препараты, чтобы мы обеспечили ему 10-часовой сон, особенно пенсионеры такие бывают. То есть, человек короткоспящий, ему все время хватало 5-6 часов, он вышел на пенсию и хочет спать 10. Такого не бывает. Мозг свои 5 часов отспит, если так можно выразиться. Дальше он все равно будет противиться. И здесь нельзя давать препараты, чтобы увеличить длительность сна. То есть, мы должны в итоге прийти к той длительности сна, которая у человека по жизни генетически определена, а она что в 20 лет, что в 70 лет практически одна и та же. У пациента синдром периодических движений и конечностей. Индекс 30, ну 30 движений в час. Постоянные ритмические миоклонии, помимо двигательной активности. Но это нужно все-таки уже обследование у неврологов, которые занимаются двигательными нарушениями, может быть, даже у паркинсонологов, раз такие миоклонии и так далее. Собственно говоря, если это синдром беспокойных ног классический, да, прекрасно дали промепексол, и препарат подействовал. А во всех сложных случаях нужно заниматься неврологом, разбираться в чем причина. Учитывая связь с гипертонией и синдромом обструктивного апноэ сна, как выделить пациентов, которым необходимо проведение полисомнографии? Ну, если есть подозрение клиническое, или есть маркеры, то есть ожирение, гиперстоническая конституция, большие миндалины, храп, указания на апноэ сна, то это показания полисомнографии для уточнения диагноза. И есть гипертония, нет гипертонии, если это тяжелая степень синдрома обструктивного апноэ сна, ее всегда нужно лечить. Но можно вспомнить приказ 2003 года, действующий по кардиологический приказ, не помню его номер, можно найти в интернете, что если вы при гипертонии предполагаете вторичный генез гипертонии, черным по белому в приказе написано, что нужно делать полисомнографию. Хотя сейчас есть масса более простых методов, респираторный, кардиореспираторный монитор, холтеровский монитор ЭКГ и дыхание, то есть какой-то достоверный метод диагностики должен быть применен. Скажите, пожалуйста, препараты мелатонина, насколько эффективны для лечения инсомнии в пожилой популяции? Ну, здесь ситуация такая, что в пожилой популяции может быть истинный дефицит мелатонина, и в этой смысле заместительная терапия может быть эффективна. Отвечу так. Как правильно пить препараты мелатонина в молодом возрасте и нужно ли? Знаете как, если все хорошо, лучше без препаратов. Здоровый образ жизни, здоровое питание, физкультура, спорт, хорошая работа. Давайте мы будем все-таки лечиться тогда, когда нужно лечиться, а не когда просто хотим принять какой-то препарат. Но если проблемы с засыпанием, здесь так сказать, что опять же давайте сначала наладим режим сна, а потом уже будем думать о препаратах. Если сменный график работы, если перелеты и так далее, да, можно применять мелатонин, он будет достаточно хорошо регулировать циркадные ритмы и улучшать засыпание и устранять синдром смены часовых поясов. Как бороться с ежедневными кошмарами? Ну, наверное, еженошными кошмарами, потому что ежедневными – это просто телевизор, смотришь, и такой ежедневный кошмар, да? Вот не смотрите телевизор, да, и кошмаров, наверное, не будет. Хотя, конечно, если серьезно, то опять же нужно, может быть, психологом, психотерапевтом разбираться, какие нерешенные у вас психологические проблемы. Вроде есть правило, что если ложиться и не можешь заснуть в течение 15 минут, нужно вставать. Да, это одна из методик, кстати, когнитивной поведенческой терапии, так называемый контроль стимула. Если вы легли в постель и не смогли в течение 15 минут заснуть, вы должны встать, уйти в другую комнату и не ложиться спать, пока вы не захотите спать. Только потом прийти и опять лечь. Опять не заснули, опять встать, уходить. То есть постель должна ассоциироваться только со сном или с занятием любовью. Там нельзя читать, писать, пытаться заснуть, смотреть телевизор, кушать, решать задачи. Еще раз, не должна постель ассоциироваться с бессонницей. Постель должна ассоциироваться со сном. Возможно ли прямая связь с бессонницей развитие депрессивного состояния? Если раньше считалось, что депрессивное состояние сопровождается симптомом бессонницы, сейчас считается все-таки, что может сопутствовать и хроническая бессонница, и депрессивное состояние одновременно. И нужно их одновременно, и иногда немножко по-разному даже лечить. И в этом смысле даже при депрессивном состоянии можно применять когнитивную поведенческую терапию и хороший эффект получать в отношении бессонницы, как самостоятельного состояния, сопутствующего в какой-то степени депрессии. Если пациент уверен, что вечерний прием пищи перед сном – это не просто нормально, а даже полезно, и аргументирует это тем, что все животные природные спят после еды, какие рекомендации можно дать? А вы этого пациента зашлите куда-нибудь в дикую природу, и пусть он себе подобывает пищу, и тогда посмотрим… Все животные ведь не доедают, да? А человек живет в холодильнике и может совершенно спокойно туда подойти, наесться и после этого лечь спать, а не побегать целый день за пищей и потом все-таки как-то восполнить потерянные калории. Ну, здесь опять же надо работать с психикой человека и объяснять ему, что полезно, а что нет. Ваши отношения к фитнес-трекерам. Можно выставить как-то время до желаемого момента, когда будильник зазвонит. Некоторые фитнес-трекеры имеют возможность так называемого пробуждения, умного пробуждения, когда они оценивают окончание рем-фазы сна, когда легче всего просыпаться, действительно, достаточно легко просыпаться. Но тут есть проблема. Если у вас время подъема немножко разное, то непонятно, когда вот этот цикл полной сна закончится. То есть первая, вторая, третья стадия, потом рем-сон, потом подбуживание. И на трекере приходится ставить диапазон времени. Допустим, вам край как надо встать в 7 часов, а задается на трекере с 6 часов утра до 7 часов утра промежуток времени. Если он в этот промежуток времени детектирует окончание рем-сна, он вас разбудит. И он может разбудить вас в 6.15. Ну, кому-то это может нравиться. А вот лично я, знаете, если я даже 5 минут не досплю, я переставлю будильник еще такой сну, нажму кнопочку, еще 5 минут досплю и сны увижу. То есть мне это лично не нравится, но кому-то это нравится, и человек, в общем-то, видит в этом смысл более легкого пробуждения. Хотя я хочу сказать так. Вы просто задайте жесткое время подъема 2 недели. Вы начнете за 5 минут до звонка будильника прекрасно просыпаться, потому что у вас организм подстроит окончание цикла сна к этому времени пробуждения. У пожилых пациентов 75 лет и старше гипнотики на какой максимальный срок можем назначать? А возьмите рекомендации и почитайте 4 недели. То есть, вообще-то говоря, чем меньше, тем лучше, но максимум 4 недели. Так, КПТ, инсомни, это просто разъяснение гигиены сна и работа с когнитивными ошибками. Например, я полежу, а мне станет лучше. Но это целая программа, и, как я сказал, ну, по крайней мере, у меня это 6 занятий по часу, которые достаточно структурированы, где мы описываем методики ограничения сна, контроль раздражителя, работы с негативными мыслями, релаксационные техники, гигиена спальни, гигиена сна, двигательная активность, питание. То есть, да, это в какой-то степени просто обучение человека. Ну, допустим, если человек йогом хочет стать, ему и теорию дают, и практику дают, и в итоге он достигает совершенства в йоге. Вот это что-то, ну, близкое к тому, когда мы человека учим самого так или иначе справляться с его проблемами. Потому что если мы просто дали препарат, человек сам ничего не делает, он полагается на то, что его таблетка вылечит. Это далеко не всегда так. Какие книги, методички вы рекомендуете по когнитивной поведенческой терапии? Ну, я могу сказать так, что я, наверное, в течение полутора месяцев напишу, мне кажется, достаточно адекватную такое пособие по когнитивной поведенческой терапии. Это будет и на основании мирового опыта, и на основании уже личного опыта. Пока можете просто набрать в интернете когнитивная поведенческая терапия и найти массу статей. Отечественных каких-то серьезных монографий я пока не знаю. Если на английском владеете, опять же, наберите CBT, CBT-I, так называемое, в интернете, и вы найдете монографии, где все эти методики подробно описаны на английском языке. То есть еще раз говорю, что информация вся есть. Важно вам просто понять, насколько вы заинтересованы в том, чтобы этим воспользоваться и применить это в своей клинической практике, и насколько это возможно в рамках вашего приема или каких-то активностей. Потому что я понимаю, что за 15 минут невозможно человеку когнитивную поведенческую терапию объяснить. То есть это... И у нас, если на Западе и, допустим, в Америке это уже вошло в страховые программы и оплачивается страховыми компаниями, то понятно, что у нас 6 часов занятия врача и пациента, они не могут быть бесплатными. За это кто-то должен заплатить. Но пока, к сожалению, платит пациент. Но если еще раз пациент разумный, пациент пришел к вам за помощью, а не за таблеткой, и вы, в принципе, готовы этому программу ему проводить, то он будет готов за это платить. То есть я, наверное, скажу, что да, пока это развивается больше на коммерческой основе, но будем надеяться, что когда-то у нас это войдет в какие-то ОМС или ДМС или какие-то страховые программы. И более широко будет развиваться в России по сравнению с тем, что есть сейчас. Но я уже немножко перебрал времени. Еще раз хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы целый час провели со мной. Надеюсь, вы почерпнули какую-то полезную информацию. А главное, я всегда люблю сказать, что цель любой лекции, знаете, она лежит за пределами этой лекции. То есть если я просто вас проинформировал, вы просто послушали, но за этим ничего не последовало, считайте, я потерял час, вы потеряли час, и мы ничего не приобрели. Если вы завтра поставите диагноз пациенту какого-то расстройства сна и полечите, если вы решите, что вы сможете применять какие-то элементы когнитивной поведенческой терапии или вообще внедрить эту методику в свою практику, и поможете хотя бы одному пациенту, вот это я буду считать уже успехом лекции, ну и, наверное, тем, что принес вам какую-то пользу. Спасибо всем. Хорошего дня, хорошего вечера и спокойного сна. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин